Подвели итоги конкурса на лучшую научную работу среди студентов Казанского университета. Каждый год у нас несколько сотен студентов, на самом деле, принимают участие вот в этом конкурсе. Зелёный цвет воды Архиерейского озера. В чём причина и какие ждать последствия? Цвет воды неестественный, даже при антропогенном экстрафировании сильном такого не бывает. То есть даже когда у меня идет очень сильное цветение зелёными и зелёными водорослями на стоячих водоёмах. То есть даже в этом случае именно такая картина не наблюдается. Потому что здесь вот вода и белёсые, и кальчевые, и голубая, да? То есть это неестественный цвет. Конкурс ТикТок Весна от телеканала УниверТВ для студентов Казанского университета продолжается. Часто могу пожелать побольше креатива. И, ребята, не бойтесь снимать. Всё очень клёво. У вас есть шанс получить кольцевую офигенную лампу. Всем привет! В эфире УниверНьюз о студии Радик Загидуль. Делегация Казанского университета во главе с ректором Мельшатом Гафуровым прибыла с рабочим визитом в Киргизию. В рамках деловой поездки состоялась встреча ректора КФУ с чрезвычайным полномочным послом Российской Федерации в Киргизской Республике Николаем Удовиченко. Обсуждались общие направления сотрудничества, а также развитие системы высшего образования Киргизии, участие в данном вопросе российских вузов, в частности, Казанского университета. Казанский университет принял делегацию Республики Узбекистан. Гостей сопровождал Ленар Латыпов. Делегация Узбекистана прибыла в Казань с целью обсуждения актуальных и перспективных направлений развития сотрудничества. В рамках программы пребывания состоялась встреча с руководством КФУ. По традиции гости посетили музей истории Казанского университета, императорский зал, ленинская аудитория, зоологический музей. Работа визит делегатов продлится до 11 июня. В Институте управления экономики и финансов подвели итоги конкурса на лучшую научную работу среди студентов Казанского университета. Все подробности узнаете в сюжете наших коллег. Здесь прошла торжественная церемония награждения победителей и финалистов конкурса на лучшую научную работу студентов КФУ. В этом году определить победителя было особенно сложно, отмечают организаторы и жюри. В этом году во второй этап прошло 136 научных статей и 49 из них в финал. Они отличались высоким уровнем практической значимости и разнообразием выбранных тем. Каждый год у нас несколько сотен студентов принимают участие в этом конкурсе. На самом деле больше, но факультет нам выдвигает от 150 до 200 до 300 работ. В конкурсе приняло участие много иностранных студентов. Победителем одной из номинаций стала студентка из Ганны Тангаран Крита. Сама она признается, участие в конкурсе далось нелегко, но это того стоит. Хочу говорить, особенно всем иностранным студентам, что ничего страшного, надо пытаться, надо стремиться к лучшему, а все это возможно. Помимо участия иностранных студентов, жюри отметили работы на татарском языке. Некоторые из них были представлены на очном этапе конкурса. Меня приятно поразило то, что были работы на татарском языке и довольно-таки сильные. Даже в финале девочки выступали. Из 49 работ, прошедших в финал, 26 были награждены дипломами. Авторы лучших получили денежные вознаграждения. Анна Азанова, Анастасия Вахрушева, Фариз Ахитуглы, Универньюз. В Москве состоялась торжественная церемония награждения российских университетов-участников рейтинга лучших университетов мира. Казанский федеральный университет удостоен наградой рейтинга QS World University Rankings. Специальную статуэтку и сертификат из рук директора компании QS Quirley Simons по России, Восточной Европе и Средней Азии получил проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Софиулин. Казанский университет поднялся с 370-го на 347-ю позицию в рейтинге мире. А в России поднялся с 13-го и вошел в топ-10 лучших университетов страны. Казанский Приволжский федеральный университет, занявший 347-е место в рейтинге лучших университетов мира. 7 июня в соцсетях стали обсуждать зеленый цвет воды Архиерейского озера. О причинах и последствиях расскажем в следующем сюжете. 8 июня пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Тарасан сообщила, что по результату анализа взятых проб воды было выявлено воздействие человеческих факторов на водоем. Мы связались с заведующей кафедрой природообустройства и водопользования Казанского федерального университета Нафисой Менгазовой. Она отметила, что к счастью загрязнение концентрируется только на мелководных участках. Хоть мощная емкость озера со временем поглотит это загрязнение, Результаты этого воздействия не пройдут бесследно для озера. Цвет воды неестественный, даже при антропогенном эстрафировании сильным такое не бывает. То есть даже когда у меня очень сильное цветение зелеными-сини-зелеными водорослями, да, в настоящих водоемах, то есть даже в этом случае именно такая картина не наблюдается. Потому что здесь вода и белесая, и кальчевая, и голубая, да, то есть это неестественный цвет. 8 июня на сайте Министерства экологии и природных ресурсов Республики Тарсан было заявлено следующее. Возможными причинами цветения являются загрязнение прибрежной территории водоема. Установившаяся с мая месяца текущего года продолжительная теплая и солнечная погода способствует цветению озера, вызывая активный фотогенез. Вот мое личное мнение, это какой-то местный вот такой локальный сброс чего-то. Вполне возможно, что анализы могут и не выявить картину, да, потому что идет перемешивание воды с глубинной части. По визуальным признакам, по визуальным признакам, здесь мало похоже на, не скажем так, цветение зелеными, сине-зелеными водорослями, даже в большом объеме, мало похоже. Картина складывается по внешним признакам другая. Офисамин Газова отметил, что сейчас необходимо усиливать природоохранный контроль. Вплоть до периодических проверок домов, проверять, где у кого уходят трубы бань, канализационных стоков, у многих есть выгребные ямы без дна, гаражи рядом с озером. Вот такой контроль природоохраны, он периодически нужен. Это, с одной стороны, с другой стороны, это усиление, скажем так, экологического воспитания, экологической культуры вообще, населения в целом. И, в-третьих, я думаю, что это надо как-то и все-таки в законодательство вносить, определенное ужесточение требований, потому что на сегодняшний день, скажем так, положение в водоохранных зонах, оно довольно мягкое. Разрешается застройка в водоохранных зонах. Берега озер занимаются домами жилыми. И потом мы понимаем, что водоемы мелеют и загрязняются. Что мы с вами наблюдаем? Что на озере Архирейское, в общем, подойти к озеру вместо этого строя невозможно. Нафизамент Газова отметил, что они провели исследование. В них есть следующие рекомендации. Если озеро с подземным питанием, то незастроенная территория водосбора вокруг него должна быть равна хотя бы площади озера. Если озеро без подземного питания, а только с поверхностным, то вообще один к десяти. Площадь водосбора должна быть один к десяти, чтобы сохранился нормальный гидрологический режим озера. А ведь этого повсеместно нигде нет. То есть вот это наша цифра, которую нам удалось получить в ходе исследований. То есть у нас все-таки многие годы исследований идут. Вот мы сами пришли к этому выводу. И если, значит, не получается принять водосбор, то озера леют, загрязняются активнее. То есть исчезают озера образования временные. Архиерейское озеро – природный памятник регионального значения. Расположено возле села Тарлыша в Лаишском районе. Это популярное место отдыха горожан. В материале интернет-газеты «Реальное время» отметили, что загрязнение далеко не первая проблема озера. В 2016 году Лаишский районный суд Республики Тарстан по иску прокуратуры восстановил беспрепятственный доступ к береговой полосе. Дело в том, что в одном метре от воды собственник близлежащего земельного участка, 46-летний житель Казани, установил капитальный кирпичный забор. В итоге его по решению суда снесли. В 2018 году архиерейское озеро обмелело. Илья Андреев, Универньюз. В Казанском университете прошла экскурсия «Казанская пресса XIX века» и «Университет». Ее провел историк, журналистик, доцент высшей школы журналистики и меди-коммуникации Айрат Бигулатов. На месте этого старого здания, а это здание бывшей университетской клиники, по проекту Вухаринскому построены. Это здание основано в 1840 году, но на этом месте находился типографский дом. И вот именно здесь печаталась газета «Казанские известия». Конкурс «ТикТок. Весна» от телеканала «Универ ТВ» для студентов Казанского университета продолжается. Все подробности смотрите далее. Участникам могу пожелать побольше креатива. И, ребята, не бойтесь снимать. Все очень клево. У вас есть шанс получить кольцевую офигенную лампу. Не забудь отметить официальный аккаунт телеканала «Универ ТВ» через собачку «Универ ТВ HD». Указать хэштеги «Студ весна КФУ» и «ТикТок весна». Напомним, список тем представлены в группе «Универ ТВ» в социальной сети ВКонтакте. Эджеми Небава, Виолетта Басова, Универ Ньюс. На этом все. В студии был Радик Загидуллин. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!